Опять вы? Вы еще любитель Iron Maiden? Я огромный, а что не так? Да что вы говорите? Да, уважаю, особенно Брус Диккенсона. Не, ну в принципе Пол Диана тоже в свое время сделал очень много, но Брус Диккенсон внес, я думаю, большую, как говорится, свою ноту в Iron Maiden. Тем более, Iron Maiden очень внесло большую лепту в рок российских. Ария столько песен у них не воровала, что просто. Ну, наворовала, наверное, чересчур круто сказать, но что-то есть похожее. Очень много есть. И в манавр они наворовали Ария. Да, россияне они вообще такие, они все воруют. Да, они как бы унитаз увидят, сразу унитаз воровать. А вы россияне? Да как вам сказать, не знаю даже, если честно. Паспорт у вас? Паспорт у меня американский. А вы американец? Да. Платите налоги? Конечно. Бюджет страны. Поддерживаете Украину? Нет, не поддерживаю. И как и многие американцы, мы не поддерживаем, кажется, то, что деньги тратятся на Украину. В Америке есть свои проблемы, и надо их решать. И поэтому вы не поверите, вот даже, как говорится, Конгресс не одобрил больше помощь, как говорится, Украине. И мало того, в связи с тем, что народ возмущается и флаги уже последнее время, говорится, эти украинские поснимали и так дальше. Будет, будет немножко, вот вам немножко хуже. Вы знаете, от того, что вы не хотите помогать Украине, но налоги платите. Понимаете, мне абсолютно это устраивает. Платите, побольше налогов платите. Конечно, есть, да. Платите, платите. Поддержка ваша всегда нужна. Но не будет больше такой поддержки, я вас уверяю. Ну, будет, будет. Ну, вот на чем вы основываетесь? Вы просто посмотрите, что в Америке сейчас творится. Вы же понимаете, что народ уже восстал. Мало того, вы же читали, наверное, я вас уверяю. Подождите секундочку. Да, подождите. Вот то, что Америка избавляется от дурачков и от всего ненужного, это вы правильно сказали. Вот вас же отправили, блин, в Сочи туда. Да, да. Вы там очень много говорили. Какая плохая Америка. Вы же постоянно ее критиковали? Никогда не критикую Америку. Как можно критиковать Америку? Страна красивая, обалденная. То, что я не согласен с какими-то решениями какого-то правительства, я, да. Как и демократичный американец, я не согласен. А что вы вместе со мной разговариваете? Я бы вообще нахер брал их и выгонял к ебаной матери. Ну, я понимаю, вы на большее-то не способны. А почему у вас нету мысли, что у вас что-то не так? Че переключился-то? Капец. Ой, блин. Че такие слабенькие-то, блин? Не могу прямо. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Откуда будете? Из Украины, а вы? А я из России. На данный момент. Вы Украину специально выбирали? Конечно, конечно. И я Россию специально. А зачем вы Украину выбирали? Ну, обидно за Украину. Иногда вот как-то хочется услышать, во-первых, от украинцев, че к чему. Может быть, кто-то понял, че к чему. Услышать мнение о России очень интересно. Вот вы что думаете про Россию в Украине? Страна, агрессор, оккупант. Фашистская страна. Не фашистская, извините. Нацистская. Нацистская. А почему? А как вот многонациональная страна может быть нацистской? Очень просто. Вы имеете агрессию к одной нации, к украинцам. Никто. Сейчас четко выраженную агрессию. Вы хотите уничтожить. Вы не как личность, вы как страна. Хотите уничтожить украинскую государственность. Об этом было неоднократно заявлено. Кем? Я считаю вашими политическими деятелями. Какими? Например? Вы хотите, чтобы я сейчас гуглил? Нет. А давайте так. Подождите. Подождите. Давайте по-человечески поговорим. Вот смотрите. Давайте. Я что не по-человечески с вами разговаривал или как? Вот смотрите. Если в стране. Вот просто уничтожая. Секундочку. Я не говорю про Украину. Я не по-человечески с вами сейчас разговаривал. По-человечески? По-человечески. Нормально, нормально все. Ну так а зачем вы такой вброс? Давайте по-человечески. Вы спокойно, спокойно. Спокойно. Давайте нормально поговорим. Думаете, я нервничаю? Да. Ну, пускай будет так. Ну, хорошо. Ну, давайте логично поговорим. Сможете? Давайте. Давайте. Вот скажите. Давайте возьмем какую-нибудь страну. Нейтральную. Вот Гондурас, например. И если в этом Гондурасе, допустим, уничтожаются символы какого-то, допустим, народа, допустим, в Гондурасе уничтожается все мексиканское, закрыли все мексиканские рестораны, закрыли мексиканские гостиницы, то это анти... в принципе, что можно сказать? Где в Гондурасе взялись мексиканские гостиницы, вы о чем? А вы образно, значит, не можете мыслить, да? Если честно, я вас не совсем понимаю. Что значит в Гондурасе мексиканская гостиница? Вы о чем сейчас? Ладно, попробуем еще раз. Давайте возьмем какую-нибудь нейтральную страну образно. 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 Ну, не нравится вам Гондурас, возьмем хоть какую. Не знаю, Кувей, там, хер знает что, пофигу. Кувей, хорошо. Не для конкретного примера. Как я и сказал, вот я взял Гондурас просто так от балды, от балды. Так вот, если в Гондурасе, допустим, были мексиканские рестораны, допустим... Где они там взялись, мексиканские рестораны, я не могу вас понять. Блин. Вам стучат. Вы не хотите пойти открыть? Откройте. Пойдите, откройте. Это капец какой-то. Еще раз говорю. Подождите. Мы образно говорим. Образно. Я разрешите. Хорошо. Чтобы вам совсем было понятно. Алло. Давайте я опущусь до вашего уровня. Чтобы было бы совсем понятно. Давайте. Давайте. Есть страна А. 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 Ага. Вот. И в этой стране А, допустим, были какие-нибудь рестораны, гостиницы. И вообще, допустим, страны Б. Так понятно? Где они там взялись? Твою мать. Как в стране А могут быть рестораны страны Б? Это просто капец. Ладно. Мне кажется, что вы где-то подтупливаете. Разрешите? Конечно, я же подтупливаю. Можно вам помочь? Вот. Да, конечно. Помогите мне. Я понимаю, о чем вы говорите. О чем? Но вы немного подтупливаете. Да. В Украине не было российских гостиниц. Все эти гостиницы и рестораны все равно были украинские. Вы говорите о языке. Нет. На котором там говорили. Вот и все. Вы гоните на данный момент, причем всякую фигню. Это самое. И даже говно по трубам. Суть не в этом. Смотрите. У вас были? Хорошо. У вас в Киеве были русские рестораны? Извините. Подожди. Подожди. Если ты такой конкретный. Подожди. Подожди. Да, я скажу. Я тебя слушал. Я тебя не перебивал. Я хочу уточнить. Я не хочу перебивать. Я хочу уточнить. Ну, давай. Я просто вас не понимаю. Это само собой. Это я уже вижу. Какие мексиканские гостиницы были в Гондурасе? Я не понял, о чем вы говорите. Да, я понял, что вы не поняли и не поймете. Это нормально. Поэтому спрашивать и, честно говоря, даже рассуждать дальше, наверное, смысла нет. Но я еще раз попробую. Алло, алло, алло. Я еще раз попробую. Вы просто говорите об иностранном бизнесе или вы говорите именно о каких-то гостиницах? Вы о чем говорите? Я просто хочу начать. Вот что с ним делать, я не знаю. Слушайте, у вас продается Маска Вишневского? Не тупите. Давайте я вам вышлю. Высылайте, конечно. Давайте его адрес. Вот я вам вышлю. Сколько вам? Высылайте. Только есть, только высылайте. Вот, напишите мне, пожалуйста. Я вам вышлю, честно слово. Вот, это Маска Вишневского. Вы втирайте ее. Она как бы помогает рассасывать это самое, всякую фигню. Не отвлекайтесь. Ну. Спрашивайте. Спрашивать все-таки, да? Давайте еще раз попробуем. Итак, в Украине в свое время, буквально, как говорится, до 2014 года, было много тех же русских ресторанов, русских кафе. Вот, русские даже школы были. Что вы конкретно имеете в виду? Что такое русский кафе и русский ресторан? Русское меню. И русское меню. И назывались они, как говорится, русский ресторан. Особенно в городе Киев. Было? Было. Вот. Сбербанк у вас был, Сбербанк России был. А, вы все-таки о бизнесе говорите. Вот. И многое другое. Все-таки о бизнесе говорите. Я правильно понял. Вы будете вместе со мной разговаривать? У нас не получается разговора. Я просто не могу вас понять. Вы о бизнесе говорите или о чем вы говорите? Да вы не поймете. Не надо вам. Так, давайте. Куда вам? Я вам два тюбика вышлю. Мази Вишневского. Вы обязательно втирайте в голову. И только обязательно кастрюльку на голову надевайте. Хорошо? Как это вы делали на Майдане. Обязательно кастрюльку на голову. Бинтика можете ее примотать, чтобы она не падала у вас. И прыгать. Флаг возьмите украинский. Прыгайте. До вас тогда точно дойдет. Блин, какой ужас, блин. Идиотизм в высшей степени. Это как бздец, блин. Что сказать? Ну, сумасшедшая. Что возьмешь? Вот это да, блин. Говорит, давай по-человечески нормально поговорим. О чем нафиг? Да.